Здравствуйте, уважаемые слушатели лекции! Позвольте представить вашему вниманию тему «Клетка. Строение функций внутриклеточных органелл эукариотической клетки. Часть 1. Медицинский университет Караганды, кафедра биологии, лектор, ассистент профессора Татина Елена Степановна». Цель лекции – изучить особенности строения внутриклеточных органелл общего и специального назначения. Сегодня мы постараемся с вами разобрать такие моменты, как история изучения клетки, классификация органоидов клетки, мембранные органоиды, их строение и функции, не мембранные органоиды, их строение и функции. История изучения клетки. В 1665 году Роберт Гук, рассматривая под микроскопом тонкий срез бутылочной пробки Бузины, увидел ячеистые соединения, которые в последующем были названы клетками. Антон Ван Левенгук, один из основоположников научной микроскопии, впервые увидел простейших, рассматривая прудовую воду. В дальнейшем, рассматривая биологические материалы, он увидел бактерии в зубном налете, сперматозоиды в эякуляте, эритроциты и их движения в капиллярах. В 1838 году немецкий ботаник Матиас Шлейден пришел к выводу, что ткани растений состоят из клеток. А немецкий зоолог Теодор Шван в 1839 году высказал аналогичное мнение о строении клеток животных. Опираясь на данные о том, что клетки животных и растений имеют ядра, Шлейден и Шван в 1838 по 1839 года обобщили весь накопленный материал и сформулировали клеточную теорию, которая имеет три положения. Первое положение клеточной теории. Организмы состоят из клеток и продуктов их жизнедеятельности, причем клетки являются главной структурной единицей растений и животных. Второе положение – селула-эселула, каждая клетка из клетки. Единственным способом возникновения новых клеток является деление предшествующих клеток. Этот вывод был предложен немецкому патологу Верхову. Третье положение клеточной теории соотносит клетку с многоклеточными организмами, для которых характерен принцип целостности и системной организации. Выделяют два типа клеточной организации. Прокариотический, или их еще называют доядерным, к ним относятся бактерии, сине-зеленые водоросли. Эукариотические клетки или ядерные, к ним относятся простейшие и многоклеточные. Для прокариотической клетки характерны малые размеры клеток, отсутствие обособленного ядра. Генетический аппарат представлен единственной кольцевой хромосомой. Нет ядерных белков, отсутствует развитая система мембран, отсутствуют мембранные органоиды, имеется цитоплазматическая мембрана, рибосомы, включение. Имеется цитоплазма, не способная к движению. Эукариотический тип представлен двумя подтипами. Подтип для простейших, подтип для многоклеточных. Для одноклеточных, для простейших, тело которого состоит из одной клетки, эта клетка выполняет функцию целого организма. Тогда как для многоклеточных растений и животных клетки имеют сходное строение, но у растений есть пластиды, вакуолия и клеточная стенка. В совокупности клетки выстилают ткани, органы и системы. Таким образом, клетка это структурно-функциональная единица всех живых организмов. Между клетками имеется межклеточное пространство, заполненное жидкостью, напоминающей коллоидный раствор. Также между клетками имеются для клеток характерные контакты, межклеточные контакты, такие как простые, десмосонные, плотные контакты, благодаря чему осуществляется взаимосвязь клеток друг с другом, что формирует тканевую структуру. Выделяют три составные части клетки. Оболочка или клеточная мембрана, цитоплазма и ядро. Компартментализация также характерна для эукариотической клетки. Каждый органоид, имеющий мембрану, представляет собой отдельный компартмент или так называемый отсек, ограниченный мембраной пространства, в котором происходят биохимические процессы. Поговорим с вами о клеточной мембране, строении клеточной мембраны. Существует много моделей клеточной мембраны. В настоящее время предложена жидкомозаичная модель Сингера и Никольсона, согласно которой мембрана состоит из билипидного слоя и образуя так называемый двойной слой липидов, в котором плавают белки. Из-за разной степени погруженности белковых молекул образуется своеобразная мозаика, что отражает название модели. На поверхности клеточной мембраны имеются углеводы или олигосахаридные цепочки, также находятся рецепторы. Для растительной и животной клетки характерен гликокаликс, гладкий эластичный слой, который также располагается на поверхности мембраны. Органоиды или органеллы – постоянные специфические структуры стоплазмы, выполняющие определенные функции, необходимые для поддержания жизнедеятельности клетки. Органоиды подразделяются на немембранные органоиды и мембранные. К немембранным органоидам относятся рибосомы, клеточный центр, микротрубочки, ядрышка. Мембранные органоиды подразделяются на одномембранные и двухмембранные. К одномембранным органоидам относятся эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, вакуоль. Двухмембранные органоиды – митохондрии, пластиды, ядро. Существуют такие понятия, как органоиды общего назначения. Они имеются во всех клетках и выполняют функции общие для всех клеток. Органоиды специального назначения имеются только в клетках какого-то определенного типа и обеспечивают выполнение функций, присущих только этим клеткам, например, жгутики, реснички. Цитоплазма – цитоплазматический матрикс. Первое электронно-микроскопическое изображение цитоплазмы было получено с шведским ученым Шестрандом в 1955 году. Отграниченная от внешней среды клетки – полужидкая среда, представляющая собой коллоидный раствор различных солей и органических веществ. Цитоплазма состоит из основного вещества – цитозоля, органелл и включений. Различают эктоплазму – вещество, которое располагается рядом с клеточной мембраной, оно твердое. Эндоплазму – отстающая от центра клетки, более жидкое состояние и представляет собой цитозоль. Цитозоль на 90% состоит из воды, в котором находятся макромолекулы, биомолекулы, такие как сахара, аминокислоты, белки. Основная функция цитоплазма объединяет в одно целое ядро и все органоиды, обеспечивая их взаимодействие, является местом протекания различных метаболических процессов. Следующий компонент клетки – это цитоскелет, система белковых нитей, пронизывающая цитоплазму. В состав цитоскелета входят микротрубочки, микрофиламенты, промежуточные филаменты. Благодаря микротрубочкам или благодаря цитоскелету в клетке проходит ряд биохимических процессов. Также в микротрубочке образуют рельсы, так называемые, по которым передвигаются органеллы клетки. Цитоскелет обеспечивает тургор клетки, придает форму клетке. Ядро. Ядро чаще всего имеет округлую форму. Размеры зависят от размеров клетки. Особенно крупные ядра характерны для половых клеток. Ядра присутствуют во всех эукариотических клетках, за исключением зрелых эритроцитов и тромбоцитов. В клетке чаще одно ядро, но есть и двуядерные клетки. Как я уже говорила, ядро имеет округлую форму. И как правило, в животной клетке ядро локализовано ближе к центру или в центре. В растительной клетке ядро располагается близко к периферии клеточной оболочки. Ядро состоит из двух мембран. Через определенный интервал две мембраны сливаются между собой, образуя поры. Этих пор настолько много, что сформирован ядерно-поровый комплекс. Между мембранами имеется перинуклеарное пространство. Также в ядре имеется ядерный сок. Его еще называют нуклеоплазма или кориоплазма. Ядро содержит хроматин. Когда клетка находится в состоянии покоя, хроматин находится в виде сгуска. Хроматин – это комплекс гистоновых, негистоновых белков и ДНК. Также в ядре локализована ядрышка, основная функция которого – синтез белка. Ближе к внутренней мембране располагается ядерная ламина белковой природы, что позволяет придавать форму ядра. Основная функция ядра – это хранение информации, так как в ядре локализован хроматин, передача информации в ряду поколений, определение специфики клетки путем регуляции активности генов. Таким образом, важнейшая функция ядра заключается в том, что он является центром организации микротрубочек, центром управления клетки. Ядерно-поровый комплекс в ядерной оболочке содержится от 3 до 4 тысяч ядерных пор. Количество пор зависит от вида клеток и обычно увеличивается в эс-периоде клеточного деления. В порах обнаружены глобулярные и фибриллярные белковые структуры. Таким образом, осуществляя обмен ядра и цитоплазма. Ядрышка. Количество ядрышек бывает разным. Это очень мелкая структура диаметром до 5 мкм. По форме округлая. В состав ядрышка входят РНК и белки. Основная функция ядрышка – синтез РРНК и сборка рибосом. Затем через ядерные поры направляются в цитоплазму, участвуя там в формировании субъединиц рибосом, на которых происходит синтез белка. Ядрышка состоит из трех зон. Содержит скопление генов РРНК и называется ядрышковым организатором. Это фибриллярный центр. Содержит зрелые субъединицы рибосом – гранулярный компонент. Проходит транскрипция генов РРНК – это фибриллярный компонент. Клеточный центр или центросома – центриоли. Как правило, этот органоид располагается рядом с ядром. Он является организатором микротрубочек. И, как правило, в клетке растений этой органеллы нет. Представляет собой гранулярные цилиндры. Эти пары цилиндров называют диплосомами или центросомами. Клеточный центр состоит из двух центриолей и центросферы. Каждая центриоль – это цилиндр, по окружности которой располагаются 9 триплетов микротрубочек. Центриоли образуют пары, которые расположены под прямым углом друг от друга. Основные функции клеточного центра. Первая – организация и поддержание цитоскелета. Вторая функция – микротрубочки цитоскелета образуют рельсы для перемещения органелл внутри клетки. Образование нитей веретена. Последняя функция – образование базальных телец, жгутиков и ресничек. Эндоплазматический ретикулум, или его еще называют эндоплазматическая сеть, которая была открыта Портером в 1945 году. Это система трубчатых и уплощенных мембранных образований в виде цистерн, которые пронизывают всю клетку. Различают два вида ЭПС – шероховатая или гранулярная эндоплазматическая сеть, на поверхности которой располагаются рибосомы, то есть мембраны, связанные с рибосомами. Основная функция шероховатой эндоплазматической сети – это участие в синтезе белка, образование белков и липидов плазматической мембраны, транскрипционная модификация, упаковка, транспорт, хранение белков, первичное гликализирование белков. Гладкая эндоплазматическая сеть, ее еще называют агронулярной, на поверхности которой отсутствуют рибосомы. Гладкой сетью богаты клетки корен от почечников, яичников и семенников, печени, скелетных мышц. Основная функция гладкой эндоплазматической сети – синтез липидов, стероидов, которые транспортируются в комплекс Гольджи, депонирование ионов кальция, синтез углеводов, также участие в процессе детоксикации в клетках печени. Комплекс Гольджи или аппарат Гольджи, его еще называют пластинчатым органоидом, который был открыт в 1898 году Камила Гольджи. Содержится во всех эукариотических клетках, кроме эритроцитов и сперматозоидов. Аппарат Гольджи локализуется рядом с гладкой эндоплазматической сетью и ядром. Представляет собой стопку уплощенных мембранных цистерн и связанных с ними систему пузырьков. Цистерны напоминают стопку тарелок и называются стопкой Гольджи или диктиосомой. Много стопок Гольджи в секреторных клетках. На одном конце стопки образуются новые цистерны за счет слияния пузырьков. Это выпуклая сторона или цис-сторона. Затем происходит созревание цистерн и распад на пузырьки. Это происходит на внутренней вогнутой стороне, транс-стороне. Функции аппарата Гольджи. Сортировка, химическая модификация и синтез биомолекул. Транспорт веществ и участие в экзоцитозе. Образование лизосом. Обновление клеточной мембраны. Лизосом. Лизосомы впервые были открыты бельгийским биохимиком Дедювом в 1955 году. С помощью метода дифференциального центрофугирования. Размеры составляют от 0,8 мкм. Представляют собой округлые мембранные мешочки, наполненные различными гидролитическими ферментами. Как правило, обнаружено около 40 гидролитических ферментов. Полный мешочек, который имеет мембрану. Одна мембранный органоид, внутри которого имеются ферменты. Разручаем два класса лизосом. Первичный, который содержит только ферменты. Вторичный, содержит субстрат и набор гидролаз. Механизм образования лизосом. К поверхности клеточной мембраны подходит пищевая частица или обломок клетки. Чтобы клеточная мембрана не подвредилась, она подстраивается под этот обломок или частицу. Образуется впячивание или инвагинация. Затем впячивание приобретает форму колбочки, внутри которой частица. Мембраны смыкаются между собой и образуется лизосома. Так называемая визикула, которая содержит мембрану и субстрат. Дальше эта визикула проходит через вакуолярную систему эндоплазматической сети, попадает в аппарат Гольджи. Как мы говорили, основная функция комплекса Гольджи – это модификация молекул, образование визикул, образование лизосом. Модифицируясь в комплексы Гольджи, визикула выходит из нее. Так называемая лизосома, которая состоит из мембраны и ферментов. Это первичная лизосома. Если на пути ее встречается визикула или поврежденный органоид, первичная лизосома переваривает эти компоненты. В результате формируется вторичная лизосома. Также образовавшаяся визикула внутри клетки может подойти, направляться к клеточной мембране, тем самым ее обновляя. Функция лизосом – внутриклеточное расщепление молекул. Выделяют автофагию, автолиз. Автофагия – это разрушение старых, ненужных структур клетки, которые сливаются с лизосомами, и данная структура переваривается. Бывает такое, что у лизосомы повреждается мембрана, и все содержимое выходит наружу, тем самым растворяя клетку. Это называется автолиз – саморазрушение клетки в результате высвобождения содержимого лизосома. Иногда автолиз – это нормальное явление, например, метаморфоз головастика. Пероксисомы или микротельца – это небольшие круглые органеллы диаметром до 1,5 мкм, ограниченные однослойной мембраной. Пероксисомы ведут свое происхождение от эндоплазматического ретикулума, содержат каталазу и некоторые оксидазы. Обильное по содержанию пероксисом являются клетки эпителия, печени и почек. Основная функция пероксисом – обезвреживание токсических веществ. Функция пероксисом заключается в том, что в них происходит разрушение клеточных перекисей и холестерина. Кроме того, они содержатся в зеленых листьях растений. Рибосон. Рибосомы есть у прокариот и эукариот. Количество рибосом в клетке очень большое. Например, в одной бактериальной клетке кишечной палочки содержится около 6 тысяч рибосом. Это мелкие органеллы размером до 35 нм. Состоят из двух субъединиц, которые отличаются числом молекул РРНК и белка. На данном слайде представлена картина, показывающая структуру рибосомы. Одна субъединица, малая субъединица, содержит 30С, большая субъединица 50С. Что это значит? С – это седиментация или осадок сухой массы РРНК и белка. В малой субъединице меньше этого осадка, нежели чем в большой. Основная функция рибосомы – синтез белка. Подходя друг к другу, субъединицы рибосом образуют полисомы или так называемые полирибосомы, которые осуществляют синтез белка. Встречаются две популяции рибосом. Свободные – синтезируются белки для своей клетки и связанные с эндоплазматической сетью. Синтезируют белки, которые секретируются из клетки. Метахондрии содержатся во всех клетках организма, которые используют для дыхания кислород. Аэробные эукариотические клетки в количестве от 50 до 5000 в клетке. Форма в виде палочек, нитей или гранул, а их размеры достигают 7 микрометров. Метахондрии двигаются под стозолю с помощью микротрубочек. Как правило, митохондрии локализуются в местах активного потребления энергии. Это сперматозоиды, это мышечная ткань. Метахондрии имеют две мембраны – наружную и внутреннюю. Наружная мембрана содержит белок парин, который образует каналы или поры. Между мембранами находится межмембранное пространство, по химическому суставу идентичная цитозоле. Внутренняя мембрана митохондрии образует выросты, или так называемые кристы. Между кристами имеется матрикс, в нем находится митохондриальная ДНК, кольцевая ДНК, РНК, рибосомы и ферменты. Метахондрии имеют собственную ДНК, собственный генетический материал, не похожий на ядерный. Метахондрии способны к самовоспроизведению путем деления или почкования в фазе клеточного цикла. Основная функция митохондрии – это синтез аденозин-трифосфорной кислоты. Дополнительная функция – синтез стероидных гормонов и глутаминовой кислоты. Пластиды. Существует теория о том, что митохондрии и пластиды были отдельными организмами, но в процессе эволюции они внедрились в клетку, и получается взаимовыгодное сожительство, так называемый симбиоз. В клетках растений вместо митохондрии – пластиды, хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. Пластиды первые – хлоропласты. Содержат хлорофил. Встречаются в клетках около 40 экземпляров на клетку и имеют своеобразную форму двоякового выпуклой линзы. Хлоропласт окружен двойной мембраной. Наружная гладкая, состоит из белковых субъединиц. Внутренняя складчатая. Хлоропласт внутри заполнил стромой, в которой располагаются граны. Граны образованы из мембранных структур, так называемых телокоидов. Имеются ферменты, синтезирующие АТФ, ДНК, РНК и рибосомы, что обеспечивает собственную хлоропластную белоксинтезирующую систему. Функция хлоропластов – это фотосинтез, синтез углеводов. На мембранных телокоидах идут реакции световой фазы, в строме реакции темновой фаз. Хромопласты – органеллы шаровидной формы, содержат пигменты красного, оранжевого, желтых цветов. Образуется из хлоропластов, то есть для пластид характерны переходы из одного типа в другой. Основная функция хромопластов придает окраску цветкам, плодам, листьям, привлекая внимание насекомых, животных, способствуя тем самым опылению цветков и распространению семян. Лейкопласты – бесцветные тельца, неокрашенные пластиды, шарообразной формы. На цвету могут переходить в хлоропласты, например, клубни картофеля. Основная функция лейкопластов – запас питательных веществ в виде крахмальных зерен. Вакуоли. Вакуоли, наполненные жидкостью мембранные мешочки. Вакуоль состоит из одной мембраны, ее называют тонопластом. Внутри – жидкость, клеточный сок. В клеточном соке могут находиться запасные питательные вещества, растворы пигментов, отходы жизнедеятельности и гидролитические ферменты. На долю вакуоли приходится до 90% объема клетки. В молодых растениях иногда имеются две вакуоли, которые выполняют запасание питательных веществ и участвуют в водно-солевом обмене или выделении из клетки. С возрастом вакуоли соединяются в одну и участвуют в выведении, а питательные вещества накапливаются в частях растений. Функции вакуоли – создание тургорного давления, регуляция водно-солевого обмена, накопление запасных веществ и выведение токсических соединений. К вакуолям также относятся фагоцитозные, пиноцитозные вакуоли, пищеварительные вакуоли, пузырьки, отшнуровывающиеся от эндоплазматических сетей и комплекса Гольджа. Включение. Включение – непостоянные компоненты клетки, которые служат запасом питательных веществ. По форме выделяют гранулы, кристаллы, зерна, капли, глыбы. Например, в клетках животных включения представлены жировыми каплями, гранулами гликогена. Особенно богаты жиром у млекопитающих клетки соединительной ткани. Гликогена много в клетках поперечно-полосатых мышц, печени, нейронах. Встречаются также белковые включения в цитоплазме яйцеклеток, печени, в теле простейших. Некоторые животные клетки содержат в качестве включения пигментов. Пигментами являются гемоглобин, меланин, а также ретинин. В клетках растений, например, таких как картофель, злаковый, наиболее частыми включениями является крахмал. Встречаются в качестве включения в растительные клетки жиры, содержание которых очень большое в семенах масличных культур. Органеллы движения, жгутики и реснички – это выросты цитоплазмы белковой природы, окруженные мембраной, состоящие из микротрубочек. Основные функции органоидов движения – это перемещение жидкости и частиц околоклеточной поверхности, продвижение одноклеточных организмов вперед сквозь толщу жидкость, проталкивание яйцеклетки по яйцеводу, движение сперматозоидов. Спасибо за внимание.